Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Хочу дать еще один совет по уходу за луком. Но этот совет касается действительно только самых-самых начинающих огородников, потому что опытные садоводы, они давно уже так поступают, и для них, может быть, кажутся эти мои советы какими-то наивными и очень слишком простыми, но для начинающих они пригодятся. Вот смотрите, вчера я снимала видео про лук и говорила, что в основном весь уход за луком состоит из прополки и рыхления. Но это тоже очень трудоемкий труд. И пользуйтесь возможностью рыхлить землю после дождя. Вот когда вчера я снимала видео, у нас еще не было дождя, и грядки стояли как немножко даже заросшие. Сегодня утром я вышла и увидела, что прошел у нас дождик. Сейчас хорошая погода, и после дождя это очень упрощается, весь этот процесс. Очень легко рыхлить и по рыхленной земле, по взрыхленной земле уже потом прополуть. Вот видите, вот такая была у меня трава, тоже была грядка заросшая. И сейчас я очень-очень быстро прорыхлила все эти грядки. Видите, вот там ситуация совсем другая. Они уже прорыхлены, прополоты. И вот это рыхление, лук очень хорошо отзывается на рыхление, потому что к корням поступает корень, кислород. Они сразу дышат, влага поступила туда, земля влажная, рыхлая. Лук будет очень вам благодарен. Вот этот небольшой совет, потому что рыхлить после дождя, это повелось уже издавна. Но раньше было. Почему? Потому что воды не было на участках. Для того, чтобы полить лук, надо было носить ведра, крутить вот эти вот там колодцы или из речки. Сухую землю вы знаете, что рыхлить очень сложно. И вот люди для того, чтобы не носить землю, не утруждать себя, ждали дождя. Как только пройдет дождь, все выходили, рыхлить, полоть, это очень упрощает. Земля делается мягкая, влажная, особенно после дождевой земли, она вообще как пух. Поэтому, если у вас заросшая грядка, нужно рыхлить или полоть. Дождитесь дождика. Как только пройдет дождик, выходите на прополку, на рыхление. Весь этот процесс пройдет очень быстро и легко. Вот я три грядки прорыхлила, прополола буквально за 2-2,5 часа. Теперь я к луку вернусь, наверное, только через месяц. Вот у меня маленький участок остался, это на 10 минут работы. И все. Лук у меня в следующий раз приду только обрабатывать. Все, до свидания. Видео о том, как вырастить, получить хороший урожай лука, есть у меня на странице. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Там все описано, да?